всем привет мы продолжаем прохождение игры imperium galactic survival вы построили такую достаточно своеобразную теплицу вот посадили так называемое растение ах с нам дает белок но по всей видимости придется кое-что менять ну ведь не не такое количество нам нужно согласитесь и также по всей видимости придется лететь к таланам и искать новые семена нам нужно будет изготавливать сухие пайки а там нужен будет не только татах из нужно будет специи апельсины и тыква но одним словом много чего почки вот ну давайте так но прежде чем мы туда полетим к талан на разведку у нас есть там такая определенная локация помните мы когда проходили там есть заброшенный склад там был торговец вот про него много говорилось что в принципе там должно кое-что быть и не только на продажу но и на покупку но это мы потом а сейчас знаете что мы сделаем мы сейчас установим экстракторы вещь очень нужная оказалась у нас это очень сильно выручила помните нам не хватило воды для изготовления тех же самых удобрений эти удобрения шли на блоке и получилось так что эту воду мы все-таки в конструкторе вот эти большие бутыли вот эти емкости с водой вот большие мы разложили на небольшие на очищенную воду на небольшие бутылки это было очень эффективно так что рекомендую сильно не углубляться во все эти нюансы а именно делать уже сразу ставить экстракторы и вперед давайте изготовим эти так называемые генераторы воды ну штуки . 3 нам больше не надо вот и поставим их а так у нас в принципе все хорошо и потом полетим на разведку на разведку искать это заброшенную заброшенные склады насколько я помню там такое хитро какое-то название было так по моему вот это simply диппот по моему до simply точно давайте отметим на карте и посмотрим что там и как ну такая информация что там есть ну помните на самом входе там стоял там он там предлагал много чего ну надо мы просто не обратили внимание тогда это было не так актуально как сейчас так все изготовили экстрактор этим генераторы воды как отключим ну прямо под завязку нет все-таки придется включать так и знаете еще мы по всем степени топлива чем будем заряжать возьмем вот у нас есть купленные ячейки давайте этот перед перед где-то вот здесь да вот один вот под каким-то таким углом второй ну и третий вот так они будут стоять все пусть пусть генерирует воду это замечательно так а что здесь у нас давайте заберем уже готовая и вода очищена и кислород но это конечно маленькие объемы это на первое время потом возможно их уберу когда буду делать модернизацию база я это все уберу добавим да ладно уже принципе не добавлять так убираем забрасываем то есть поставили генераторы с водой так очищенную воду можно сразу забросить наш холодильник он пригодится так что еще мы будем делать ну давайте пока мы летим на разведку давайте мы удобрение изготовим нам хотя поскольку постольку нет давайте пока не будем посмотрим что там у этого талана есть на продажу мы кое-что смотрели ну тогда было как бы ну постольку поскольку нужно это было не нужно ну то есть вот такой момент он цепли депорт два километра так что у нас тут растет все благоухает ну да рост тоже росток рост ну ладно ну по сей мести тут придется все переделать тут нам нужно будет посадить еще помидоры тыкву апельсины и специи ну короче езди порезвиться почки это для того чтобы можно было изготавливать сухой так называемый паек генератор у нас работают воду качают полетим посмотрим что там и как ну и впереди у нас ждет в дальнейшем разборка базы разберемся до конца но это не сейчас это не горит наша задача оживить этот огород засеять то что нам нужно так что у нас тут теперь летаем вот помните эти руины там вниз спускались там еще нас робот пытался там подстрелить вот видите вот здесь вот такой перец так вот туда бы вниз спускались такая боевая тема была растительного но тут вокруг но туда даже кое-что оттуда изъяли так он специи горошек то еще можно отсюда добыть в пределах как говорится разумного но все вот этот торговец вот давайте с ним пообщаемся что он нам предложит тогда он был чисто по квесту по миссии чистое небо помните но вот сейчас мы там заходили постольку поскольку давайте посмотрим что у него на продажу об обновлении знать знаний трейдинг так 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 бай цел чтобы инициировать сделку ну отлично ну примерно понятно как это все происходит покупка он покупает так это поздравляем вы завершили раздел торговля из вашего пк так как мы растем так ух ничего себе да обратите внимание у него практически все есть так пшеница есть росток у нас тут денег 00 так что он тут еще ахс но это мы уже посадили вот кстати космические за крики такие космические апельсины есть у него вот то что нам нужно потом специи есть большой чужеродный цветок это почки что он да кстати продает и покупает обратите внимание кстати он покупает растительный модуль бетон и растительный модуль дерево лампа для растений кстати сколько ламп может быть штук пятьдесят ему продать этих ламп а чё такого ну давайте так полетим на базу поставим себе банкомат ну давайте может быть еще для чистоты эксперимента слетаем посмотрим что наши братья ну давайте на ближайшую плантацию слетаем вот тут недалеко посмотрим что талоны нам предлагают имеется ввиду не этот отдельно стоящий а эти не отдельно стоящие вот давайте вот тут аккуратно вот плантация смотрим похоже эта фирма однако очень отстала никаких видимых технологий будь осторожен если будешь разговаривать с кем-нибудь давайте тогда не будем глушить двигателя повесь не тут все что давайте поговорим отсталый не отсталый но тут что-то растет благоухает ладно так то есть миссии он предлагает по моему до задания а вот давайте что он торгует чем он торгует так вот он вот все что он покупает это у него покупка это снизу мази сильный ростки он покупает баклажаны грибы а продает он и планетные ростки синего перца но это нет все таки там выбор гораздо больше давайте не будем тогда затягивать этот момент там выборному просто катастрофически больше ну и что еще у нас тут есть так давайте посмотрим у нас это это мы посмотрели плантации что-то еще другое есть тут кроме плантации нарушили что-то фарм давайте посмотрим что там за фарм такой мы будем быстро действовать в километрах от нас фарм так фарм фармить производить тоже не будем вот у нас тут как раз их много плантация фармы то есть на тех там был небольшой выбор он предлагал нам с одной стороны покупал эти ростки с другой стороны продавал ну то есть как бы постольку поскольку это все все давайте чуть чуть вниз не будем тоже если что на корабли деру какой агрегаты квадра квадрат некий так давайте что ты предлагаешь на торг так он тут предлагает жареный стейк сырые хлеб молоко хлопья вином вот охотничий арбалец болты арбалетный а покупает он кобальтовую руду удобрения запчасти нам это все самим нужно ну то есть понятно еду продает в пределах разумного ладно понятно это у нас фарм так что еще у нас он тут не пальнуть радостях tower фарм фарм а вот это но это башня мы были range давайте раньше еще посмотрим ну в принципе мы уже примерно знаем да что тут как раньше но это мы тут были и он давайте тоже еще приземлимся тоже тут предлагают задания различные вот для того чтобы улучшить репутацию вот что тут здесь капитан вот этот знаменитый поговорить поздравил будь осторожны береги себя друг все что то здесь не так инфекции сумасшедшие дроны это не совпадение будь осторожны береги себя друг хорошо будем себя перечит тут что-нибудь на продажу у нее есть где-нибудь как нибудь или просто береги и все напомню ничего такого не вижу ладно давайте летим на базу и возможно изготовим штук ухта какая арбалетина тут ребята суровые суровый суровое место так давайте летим на нашу базу в принципе понятно да то есть с одной стороны еду предлагают семена предлагают предлагают купить ресурсы бинты не бинты нам самим нужны по зарезу так что на плантациях это все не то что нам нужно давайте подлетаем к нашей базе как на рассвете на заре потом будем делать площадку вот наверно ну не знаю с какой стороны может с этой может с другой мы посмотрим как все тут красота какая так он нам он нам предложил что он может приобрести кстати давайте ну штук 30 сделаем до ламп этих и нет вначале банкомат сделаем и закинем туда деньгу хотя можно и наличка расплачиваться но пусть будет банкомат да так я не помню изучили мы не изучили давайте посмотрим так база база помню ремонтная станция изучил нет банкомат еще не изучен давайте банкомат изучим давайте сделаем его так база где он тут вот банкомат тема у нас есть наличка ну как наличка но которому помните с этих зерксов ну пока шкаф амуниции не нужен я на корабле есть шкаф амуниции и лампы ну сколько 30 40 сколько он тут будет делать а ну ка сейчас посмотрим что у нас тут получилось у нас тут вообще шикардос на просто шикарно контроллер так осциллятор не разобрал давайте загрузим все это так там player все это уже забросим ворост растительное волокно так смотрим как у нас тут идет стройка ну просто сходу так нужно стальная пять пластин стальных и то есть стеклянная панель тоже есть оптика оптоволокно у нас этого просто тьма тьмущая вот ну и продукты у нас по моему уже на исходе так бутылки банки мы эти забираем перебросим соседней что еще у нас ну все мы а вот еще один мясной бургер давайте сидим его суда мы закинем части инопланетян да части так части какая машина суровая деконструктор надо выключить его он там лишнюю энергию ест так а посмотрим здесь мы тоже выключили нет да вот тут выключен все смотрим как наш огород сад сад огород так ну тут надо будет все переделать конечно переделать ну я думаю тут будет такая небольшая переделка она с чем связана с тем что во первых тут надо модернизировать все это дело все это поснимать давайте мы поснимаем эти все ростки и заново все или часть снимем ну надо подумать может быть мы оставим эту часть справа пусть которая одна растет это все снимем ладно давайте снимем пока потому что надо будет все передел видели там какой объем всего ну ничего страшного если что мы продадим это или оставим на следующую какую нибудь на бскут например но это мы погорячились просто на самом деле так так все хорошо все это в холодильник тоже вот сюда например пусть будет если что можно будет это по всей видимости продать насколько я понимаю так и знаете что ну что он тут работает еще будем модернизировать наши так он все производит нужно еще ему конечно добавить огня вот еще десяток ему пусть пока мы занимаемся модернизации так улучшаем до железных блоков тоже я так понял да видели там тоже кстати у нас железные блоки продаю покупает ну это хорошо так смотрим так улучшить улучшить но это мы тут лучше ли уже а нет так как сейчас подключимся по вайфаю к нашему нашему конструктору вот оттуда будем брать все что нам нужно для улучшения так поехали так смотрим пробежимся вот ничего улучшить не надо так так уже в принципе все вот понеслась потом если что это можно демонтировать продать я не знаю как угодно а кобальт и сплава у нас кончились так так надо делать кобальтовые сплавы что у нас там все он уже ну в принципе сколько он сделал там уже давайте посмотрим и нам нужно будет кобальтовые сплавы ну хотя бы штучек 100 так 38 ламп для растений и кобальтовые сплавы так кобальтовые сплавы да у нас кончились ну так для их изготовления что нам нужно как говорится век уже научись век живи век учись так смотрим где это вот кобальтовые сплавы так вот да кобальтовый слиток кобальтовая руда нужно и так это у нас кобальтовые слитки это не то сплавы нанотрубки вот да все разглядел наконец-то вот я кобальтовый слисток и железный слиток ну давайте закажем вот сотку как вы думаете ну с лампами ну давайте он докрафтит эти лампы несчастный и насколько интересно изготовление по времени кобальтовые так железные слитки у нас есть железными слитками у нас все хорошо давайте посмотрим так титановые стержни так так кобальтовые так стальные пластины у нас тут с остальными пластинами все вообще мегатру задумчиво как будто а ну понятно давайте пока тогда отменим это все он тут реально будет перерабатывать и потом ему закажем если надо будет еще пока будем заниматься модернизацией все поехал ну все отлично где наш пулемет томата так так мы по моему да мы на 3 остановились да вот здесь мы с этой стороны пошли тут главное не запутаться еще раз мы улучшили их потом можно это будет все продать ну если прям совсем грустно будет цемент возвращается это цементе поднимемся поехали все ну вот у нас остальных этих пластин тьма там даже сколько так кобальтовые сплавы кончились опять появились так опять ну там сам этот у нас производитель так здесь все хорошо здесь у нас уже улучшена полоса нет все да все в этой в этой стороне все хорошо так он уже сделал ну все давайте тогда отключаем и летим к этому торговцу как вы думаете продавать ему эти лампы так отключаем пока нам это не надо 44 штуки еще попытаемся продать и на а нет 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 знаете мы же сейчас секунду еще и вот я тороплюсь на торопиться вот основа основ без этого устройства он тут вот так поставим в уголок так такой выбрать ему серый корпоративный цвет такой вот банкомат вот эта тема такое ну они везде стоят это не проблема но хотелось бы на своей базе такое иметь мало ли как мы сколько зерксов будем убивать так f4 соединяемся с нашим а можем прямо так перебросить 2029 сюда бросаем наличку все все упало на наш счет баланс замечательно вот со своим банкоматом прилетел где-нибудь поставил шучу ладно все полетели продавать лампы эти какой туман тут туман simply депорт посмотрим какие деньги нам дадут вот и можно будет что-то ненужное там продать в виде ростков но это опять постольку поскольку опять это на такого любителя вот подлетаем где там этот представитель ну вот еще раз ох ты дочь пошел и 12-11 кстати сразу как холодает да так ну что торговец у вас есть товары на продажу да есть давайте вниз промотаем по чем-то у нас покупаешь по 411 лампы для растений ну вот вот видите 411 вот продать купить если мы будем покупать то это будет дороже 44 лампы мы хотим продать ну давайте продаем богатые люди 20 тысяч не на самом деле неплохо видите тут какие цены так что нам нужно мы можем даже бинтов купить тут не знаю соки различные хлопья не знаю но это постольку поскольку давайте знаете что почки купим где это почки эти вот почки сколько нам надо 9 штук 9 штук купить есть так дальше у нас специи специи вот специи тоже 9 штук у нас деньги не качаются 18000 еще есть так апельсины вот эти так называемые наземные где они тут я их видел вот космические апельсины тоже 9 штук тоже покупаем но они такие самые по моему суровые по цене космические апельсины тыква 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 где тут тыква вот тоже 9 штук тыкву купили помидоры вот на этой теме можно подняться давайте сколько он тут ну нам надо будет 18 штук по полторы тысячи есть у нас такие деньги и пшеница вот это для для бургеров это вещи вкусные питательные как я понимаю то что нужно давайте тоже 9 штук 9 штук купить так теперь смотрите мы в принципе купили все что можно будет сделать на для сухого пайка а потом дальше мы подумаем как тут и что так лампы что он еще сколько может их купить ну давайте еще 30 штук и мы привезем как вы думаете почему бы и нет надеюсь к этому моменту он ценники не изменит погода испортилась сразу все и мы в этот момент будем заниматься рассадой прям таки молнии бьют вообще 6 грохот такой стоит полокочит что-то дождь лед ну вот в кабине более-менее тихо слышно только удары молнии звуки вот эти все прямо парадного подъезда все готово все так ну давайте сразу на посадку на посадку здесь пусть все растет как мы и планировали а здесь мы с этой стороны давайте помидоры посадим заходим помидоры прямо так в ряд таким методом сажать все четко дальше дальше что мы будем почки почки верченые давайте так дальше почки где эти вот эти да почки почки так почки так почки все готово так дальше специи нет или что у нас там как вы думаете ну давайте специи где они тут вот специи на стол вдоль и вдоль здесь будут потом конечно можно будет изменить кое-что добавить но это уже потом знаете вот прямо вот сейчас как бы вот хотелось бы сделать под сухой паек а потом будем думать так и знаете вот давайте мы не будем отвлекаться хотел поставить еще этих ламп самый прямо разгар сколько там 20 штук даже сколько там было ну ладно пусть 20 пока изготовится выйти долго там будет изготавливать и мы дальше продолжим посадку какая красота смотрите прямо вот взгляде не так теперь апельсины теперь апельсины как они вот эти космические апельсины вот у этого торговца который на заброшенном складе у него все есть вообще удивительно все есть серьезный торговец все апельсины мы посадили что у нас тут тыква давайте тыкву может вот сюда и ну давайте тыку так так тоже на какой-то вот на какие-то палках деревянных так тыква выше ваш вынесла меня так и знаете что и пшеница ну пшеница эта тема сами знаете мы тут много чего изготовили тогда штук 20 этих мясных изготовил там как раз вот эта пшеница уходит ну вот все как все хорошо все растет и глухает так ждем ждем пока изготовит можно конечно что нить еще ему на продажу скинуть может быть даже вот эти забросить ему семена ну не знаю ахэс это растение но они тут пропадают пропадать вернее не пропадут но все равно я не знаю если ну давайте я просто тут сгоряча накрафтил их погорячился погорячился так что у нас мясо нужно мясо но нужно нам так посмотрим что у нас мясо как такого у нас нет ушло испортилась так что у нас есть для того чтобы у нас овощей нет для изготовления мяса белок у нас есть ну 91 штука белка с мясом не все так хорошо что все ух ты как он тяжело такое ощущение на нас камня все делает так нужно стекло да по моему стекло изготавливает из кремниевого слитка то есть ему нужно ну да у нее слиток потом стекло потом такая долгая история ну хотя бы что есть он сделал вот поэтому тут очень важно так ну что я знаете вот я хотел бы все таки может быть поставить в нашего лесоруба на крафт давайте посмотрим ну вот смотрите нам нужно будет волокна ну волокно нам по-любому пригодится для каких-то там целей для крафта давайте зайдем так лесоруб вот он добавить на фабрику что нам нужно улеродный субстракт медный слиток и кремниевый слиток ну так 46 46 давайте наш так медный слиток он 48 так ну что ж наш вот так да без лесоруба ну просто 46 даже ну так есть кремний и углеродный субстракт у нас с углеродным субстрактом тоже 46 быстренько тут и поставим его на производство ну пусть будет но вот на самом деле вот вот реально столкнулись нужно волокно и чего делать искать его где-то там где так 46 и а ну это просмотрел 46 это кремниевый слиток надо еще тогда 20 20 20 вот ты блин и кремниевый слиток да не внимательный железный слиток крем с кремнием тут туго все ладно ну давайте пока снимем это с производства это все дело так кремниевый слиток чувствую как бы не пришлось нам тут еще снова за этим кремнием несчастным лететь так сколько нам там нужно 48 по-моему еще раз посмотрим кремниевые слитки у нас есть так выровняемся потом сделаем все разгребем так кремниевые слитки не я не вижу вообще реально не вижу нету у нас ничего так нам нужно 46 кремниевых слитков грустная история посмотрим поскольку он делает кремниевую руда так выработка ну-ка все хватит пока посмотрим сколько мы сделали уже ну вот прямо четко все прям как снайпер попал вот он наш лесоруб так как хорошо вот смотрите вот железные слитки он взял из фабрики это конечно ну все начать производство сколько займет пять минут ну давайте за эти пять минут мы слетаем что-нибудь продадим погода кстати восстановилась где наши лампы и вот эти ростки тоже туда же на самом деле ну как бы с одной стороны да захламлять все но с другой стороны как бы не хотелось так где они эти лампы да ну тут все закинулось конечно вот побольше ящиков почему потому что ну на самом деле тут не всегда все это ясно понятно ну как он лихо взлетает все и пусть изготавливает ну пять минут займет ну вот смотрите тут какие тут у нас есть деревья ну вот на этих деревьях мы тут дерево напилим нам нужно вообще не топливо нам нужно блокно для по моему изготовления сухих пайков там еще чё-то ну короче одним словом пригодится ну что дружище будем торговать или не будем я предлагаю торговать так до свидания сразу давайте упадем на нашу тему ламповую лампа для растений ну цена не изменилась так 15 штук давайте 15 штук продать продать ну это просто золотое дно так что дальше росток синего перца он есть ли такой росток синего перца должен быть вот росток синего перца продать пшеницу продать томат продать и вот этот ахекс у нас 26 штук обалдеть просто 2000 продать нет хочу продать он не может что ли сколько он может продать а у него ограничено тут нет а ей ну сколько продадим нет что-то я тут методом перебора а 4 штуки он может что я туда не обратил внимание ну ладно продать ну это тогда в холодильник пойдет и того у нас уже двадцать одна штука есть на кармане ну это как бы немного но сколько есть летим к себе ну то есть что мы сделали мы модернизировали блоки в теплице полностью оптимизировали более-менее рассадили все так как нужно под сухой паек сейчас будет изготовлен надеюсь надеюсь наш ПСК наше лесоруб наш и мы тут о там где-нибудь нарубим деревьев как вы думаете я думаю что это будет очень правильно правильная мысль вот вот и волокно это все на волокно пустим все готово он тут у нас уже просто у нас смотрите обратите мы как бы есть кое-что какие-то запасы у нас есть сухой паек ну сухой паек это дело такое такое вернее смотрите так секундочку что нужно для сухого вот обратите внимание там так салями так горячий напиток нужен энергетический батончик очищенная вода где-то это видел это волокно куда-то оно там шло а может быть для изготовления тех нет для изготовления блоков растительных кстати можно тоже ими торговать вот цементными блоками ну-ка давайте пока что все не пропало ахекс забросим сюда по-моему здесь так выключим блоки 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 так вот удобрения и растительное волокно вот все правильно растительное волокно у нас идет как раз именно изготовление этих блоков можно этих блоков наделать тьму цементных или каких-нибудь там продать ну пока ладно сейчас изготовится наш корабль вот парящее судно посмотрим есть сколько там осталось еще 3 секунды вот прямо есть готова тема сейчас мы его где-нибудь тут поставим и рубанем дерево ну все ставим тогда парящее судно тут так секундочку вот он лесоруб наш ну произошел небольшой тут сбой вот такая вот ситуация ну все вот у нас он готов мы его изготовили сейчас его только осталось заправить и как я и говорил ранее давайте рубанем чуть-чуть немного дерева и все и давайте заправим его возьмем топливом так у нас топлива с топливом все более менее хорошо как говорится на сенокоз так управление замечательная тема лесоруб вот для чего нам нужно это дерево нам нужно волокно чем больше тем лучше вот так потихонечку вот начнем с этого просто замечательно просто замечательно мы постараемся по максимуму забить потом сделаем волокно и в общем то будет все более менее хорошо на конструктор и напилим сколько сколько нам нужно ну такой процесс достаточно долгий своеобразный ну как говорится полный геймплей так прям в самую чащу давайте поближе к березкам вот древесина нам конечно понадобится она нам нужна будет вот почему потому что ну не хотелось бы растить волокно там знаете вот тоже на огороде тратить время силы желания вот таким планом ну сейчас мы загрузим полный контейнер и на базу в принципе сегодня было неплохо то есть мы полностью закончили с этим так называемым огородом нашим ну такой достаточно большой получился что делать ну какой есть вот чувствую все выпилим всю древесину хотя я думаю может быть ну хотя вот еще пару деревьев на обратном пути и уже я думаю надо заканчивать с этим делом видите тут произошел небольшой такой технический сбой но ничего страшного бывает оперион иногда вот создает проблемы но не такие как глобальные тут в основном из ста процентов это где-то вот просто последовательность где-то нарушим еще что-нибудь а так а так все достаточно неплохо все тяжелее и тяжелее становится все так ну вот это еще может спилим на базу в виде быстро как мы то есть не стали перегонять этого лесоруба со старой базы а воспользоваться тем что вот он у нас здесь под боком все ставим его рядом вот тут перекинем ресурсы прям в конструктор прям в конструктор сюда интересно нет не помещается хотел так давайте база так и и саруб ладно в принципе в принципе этого у меня ну все давайте гасим огни вот вот такой лесорубик то есть он до сих пор у нас сохранился и чертеж есть на него и все великолепная машинка во всех отношениях ну все так дорогие друзья давайте тогда сделаем перерыв и потом продолжим уже чем таким более серьезным заниматься может быть дальше продолжим разбирать нашу так называемую заброшенную базу ну посмотрим в принципе предлагайте чем заниматься ну все давайте всем пока пока